МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через несколько минут в эфир выйдет программа «Военная тайна». Почему ЦРУ объявила войну израильскому ликвидатору? Он принимал участие во многих войнах и считается героем Израиля. Приказано уничтожить. Все секреты армии Израиля. Видишь внизу белую тропу? Да. Оружейная палата. Как российские солдаты штурмовали Грозный. Улочки очень узкие или пустые. Две колонны были расстреляны на подступах. Неизвестные подробности первой чеченской. Неуловленный мститель. Мы можем в едином залпе и 30, и 40 ракет пустить. Технологии будущего. Школа выживания. Как обезвредить преступника? Ученые изобрели эликсир молодости. Лет на 140 мы запрограммировали. Старость вне закона. Встретимся после рекламы. В студии Игорь Прокопенко. Здравствуйте. На днях из российской тюрьмы без лишнего шума выпустили человека, перед подвигами которого склонили бы головы Джеймс Бонд от Тоскорцени и, может быть, даже сама Анна Чапман. Герой израильского спецназа Яйр Кляйн имел отношение к самым невероятным и фантастическим секретным операциям. Он в одиночку громил исламских фундаменталистов в Израиле. Тренировал отряды повстанцев в Колумбии. Нелегально поставлял оружие в Латинскую Америку и работал сразу на несколько разведок. Вот такой замечательный человек, оказывается, сидел в нашей тюрьме. Как знаменитый диверсант попал к нам за решетку, а самое главное, почему его решили отпустить именно сейчас, об этом расследовании Андрея Воробьева. Таинственный Джеймс Бонд. Террорист номер один. Продавец смерти. Как только не называют этого человека гражданина Израиля Яйра Кляйна. За ним охотятся Интерполы два десятка государств. По многих из них он заочно осужден и приговорен к смертной казни за терроризм, подготовку повстанцев, продажу оружия и наркотиков. Но Кляйн все отрицает и утверждает, что международная травля – не что иное, как заказ американских спецслужб. Месть за то, что Кляйн открыл темную сторону ЦРУ. В Израиле Яйр Кляйн – настоящий герой и гордость нации. Он подполковник запаса израильской армии. В 70-е проходил службу в секретном подразделении «Кароп», задачей которого являлась ликвидация террористов. Я знаком с Яйром 40 лет. Мы были вместе в армии, в отделении, которое называлось спецназом. Он был командир роты, а я – обычный офицер. Его звездный час наступил в боях за Суэц во время войны судного дня. Тогда, прорвавшись в город на трофейном советском БТР, он в одиночку спас от смерти 60 солдат, попавших в окружение. В войне судного дня меня ранили, а он находился со своей бригадой десантников на другом конце города. Яйр тогда пробрался к своим и в тот день спас 60 человек, в том числе и меня. Ему я обязан жизни. Через 15 лет после войны Йоэль Шарон станет режиссером и снимет свой фильм «Боевой шок». Эта картина посвящена последнему бою войны судного дня в районе Суэца. Войска Израильского центрального фронта во главе с генералом Ариэлем Шароном нанесли тогда удар в стык двух египетских армий и форсировали Суэцкий канал к северу от Большого Горького озера. Город Суэц был окружен и частично захвачен. Йоэль Шарон не скрывает, что прототипом главного героя, подразделение которого захватило Суэц, послужил Яйр Кляйн. Он принимал участие во многих войнах и считается героем Израиля. У нас мало таких людей, которые столько сделали для государства и для армии. О нем пишут книги, снимают фильмы. В конце 80-х Кляйн неожиданно написал рапорт об увольнении и отправился в Колумбию. По версии самого Кляйна и его адвоката, обучать колумбийских фермеров самообороне. Я ир-военный человек, много служил в армии. Там в Колумбии были люди, которые просили обучить их личную охрану. Они представлялись животноводами. Производители говядины пытались оградиться от бан, которые насиловали и убивали всех селян. Что на самом деле делал Кляйн в Колумбии неизвестно. Но некоторые эксперты утверждают, что уже через месяц такой подготовки колумбийские фермеры умели не только постоять за себя, но и закладывать мины и вести партизанскую войну. По версии колумбийских спецслужб, Кляйн и вовсе причастен к убийству одного из политиков. Почерк этих наемников был очевиден и в преступлении, которое потрясло страну. Оно было совершено недодолго до президентских выборов, в ходе которых пострадал один из кандидатов, который в ходе своей предвыборной кампании явственно говорил о том, что он будет бороться с наркотрафиком, и таким образом якобы дни наркомафии в Колумбии будут сочтены. Это он подготовил и провел операцию по его устранению. Именно тогда полиция Колумбии попыталась задержать Кляйна, но израильскому офицеру каким-то чудом удалось выехать из страны. В 2001 году Колумбия объявила Кляйна в международный розыск. К его поимке был подключен Интерпол. Арестовать Кляйна удалось только в 2007 году в России. Правда, с большим трудом. Как бывший спецназовец и человек, знающий, что его могут искать, Кляйн не исключал, что за ним могла вестись слежка в аэропорту. Поэтому он пошел на хитрость и появился в пограничной зоне Домодедова со своим двойником. Это несколько усложнило задачу сотрудникам спецслужбы. Им пришлось на месте решать, кто из них Кляйн. Коллега был так же на лысо выбрит, как и он. Он был одет точно таким же образом, как Кляйн. Нам даже казалось, что в принципе это некая приманка. То есть мы на расстоянии не можем определить, кто из этих людей на самом деле Кляйн. Схватим, допустим, одного человека, второй тут же растворяется в толпе. Однако оперативники обратили внимание на то, что у одного из тех, с кем они это наблюдали, были оттопырены уши. Эта маленькая деталь и позволила вычислить настоящего Кляйна и задержать его. В этот же день Кляйн оказался в Лефортовской тюрьме. Скорее всего, эта акция была проведена по просьбе ЦРУ. Как потом признался сам Кляйн, он работал на ЦРУ, но в какой-то момент отказался от сотрудничества. Именно поэтому американцы решили его изолировать. Россия просто выполнила некоторые договоренности. В других странах очень часто людей выпускают под залог, например. И люди дожидаются вопроса об экстрадиции, не забывайте, что он невиновен. В России он не осужден, он разыскивается некой страной. К сожалению, в России таких механизмов нету. И добиться освобождения человека из-под стражи крайне сложно. В случае Кляйна это не удалось. Была твердая позиция властей до принятия окончательного решения об его экстрадиции держать его под стражей. Ну, что и произошло. Пытаясь отомстить своим бывшим ЦРУшным боссам, Кляйн начал рассказывать о сверхсекретных операциях американской спецслужбы, в которых сам принимал участие. Оказалось, что колумбийские фермеры, которых тренировал Кляйн, на самом деле армии наркобаронов. И обучал он их по заданию ЦРУ. Ведь гражданская война в Колумбии выгодна США. Это огромный рынок для сбыта оружия. По словам Яера Кляйна, американцы до сих пор искусственно поддерживают борьбу между наркобаронами, поочередно помогая то одним, то другим. Кроме того, по заказу ЦРУ Кляйн поставлял колумбийским повстанцам оружие, вплоть до вертолетов и танков. А еще Кляйн рассказал то, что повергло в шок весь мир. ЦРУ – самый большой торговец с наркотиками в мире. Из приведенных Кляйном фактов становится ясно, что именно ЦРУ управляет всеми потоками наркотиков в мире и имеет с этого огромный доход. Эта версия не выглядит такой уж фантастической. Например, известно, что когда в Афганистан пришли американцы, то наркотрафик в стране увеличился в 4 раза. А по неофициальной информации, количество заводов по производству опиатов выросло в 44 раза. Еще один яркий пример – Ирак. Оказывается, Багдад до вторжения американцев даже не знал, что такое наркотики. Сегодня героином и кокаином торгуют даже на улицах. На первый взгляд, арест Кляйна России не выгоден. И более того, дополнительная головная боль для российских дипломатов. Ведь у России и Колумбии нет никаких соглашений об экстрадиции международных преступников. Несмотря на это, Кляйна продержали в российской тюрьме 3 года, так и не предъявив обвинения. Но самое удивительное, что даже без объяснения причин Яйра Кляйна отпустили на свободу. Вот этот так называемый российский контр-ход, да, можно расценивать его как ответ в отместку забота, но это слишком асимметричные шаги, несимметричные, точнее, шаги. Я не исключаю, что с таким же успехом завтра в России поймают парочку американских шпионов и тоже скажут, что это в отместку забота. Случайно или нет, израильский диверсант Яйр Кляйн отпущен из российской тюрьмы, судить трудно. Скорее всего, не случайно. Потому что такие знаковые фигуры, как Кляйн в международной политике, это как туз в рукаве. Скорее всего, Москва настолько обиделась на экстрадицию в США Виктора Бута, который, наверное, может кое-что рассказать про российскую оружейную кухню, что отправила носителя американских секретов Яйра Кляйна на свободу. Вероятно, для того, чтобы он продолжил дело основателя сайта Викиликс. Кстати, пока полковник Кляйн сидел в русской тюрьме, у него на родине появился новый противотанковый ракетный комплекс «Спайк». Один выстрел из этой штуки страшно представить, стоит 250 тысяч долларов. Правда, говорят, что этих денег он все-таки стоит, потому что может пробить и любую броню, и ювелирно уничтожить террористов даже на оживленной улице. Нашей съемочной группе удалось поучаствовать в испытаниях этого чуда оружия. Это военная база «Беслама» — одна из самых крупных пехотных школ Израиля. Чтобы попасть сюда, солдаты проходят тщательный отбор. Здесь готовят наводчиков для стрельбы из вот этой суперсовременной противотанковой ракеты «Спайк». Один выстрел из реальной боевой установки стоит 250 тысяч долларов. Поэтому сначала военнослужащие тренируются на симуляторе. Вот так, сидя на полу перед большим экраном. Видишь внизу белую тропу? Да. Подразделение разбивается на две группы для прохождения тренировки. За каждым членом группы закрепляется определенная должность. Такая система дает солдатам ощущение реалистичности, что они действуют в рамках принятой иерархии на протяжении всей миссии и являются частью спецподразделения, а не одиночками. Сейчас в бинокль наводчик видит вполне реальную картинку. Это снимки местности стран-соседей Израиля. По ним и стреляют во время тренировок. Правда, на большой экран спроецировали слегка размытую картинку. Это сделано специально, чтобы российские телезрители не увидели всех секретов израильской армии. Мы обучаем солдат справляться с разного рода неполадками в системе, будь то неполадки в пусковой системе, в ракете после запуска, во время полета. Мы рассматриваем в процессе тренинга все возможные варианты поломок и имитируем экстремальные ситуации, которые могут произойти. Три, два, один, выстрел! А это уже реальный запуск противотанковой ракеты «Спайк». Это версия средней дальности для пехоты, с 1998 года известная всему миру под названием «ГИБ». В прошлом году израильские оружейники выпустили новый «ГИБ». Теперь сам снаряд и пусковая установка стали гораздо легче. Так что один пехотинец может нести на себе сразу две ракеты. Но главное — невероятная точность обновленного образца. «ГИБ» может уничтожить не только танк, но попасть, к примеру, в конкретную точку на этом танке. Точность попадания ракеты буквально до сантиметра. В радиусе двух с половиной километров можно попасть в одного единственного террориста на оживленной улице, при этом не причиняя вреда прохожим. С точки зрения возможности проникновения брони, ракета «ГИБ» способна пробить любую броню, которая нам известна, с которой мы сталкивались на сегодняшний день. Сегодня «Спайк» — это целое семейство ракет третьего поколения. Кроме уже известной версии «ГИЛ» средней дальности, есть также дальнобойная до 4 километров и тяжелая дальнобойная версия радиусом действия до 8 километров. Пусковыми установками «Спайк» оснащают боевые машины, танки и вертолеты. Как все ракеты третьего класса, «Спайк» работает по принципу «запусти и забудь». То есть наводчику достаточно указать ракете цель. А камера, вмонтированная в корпус снаряда, эту цель распознает и запомнит. «Спайк» будет следить за объектом до его полного уничтожения. При этом время суток не имеет никакого значения. Прицел для стрельбы днем работает как бинокль. Оптический прицел без камер. Наводчик видит только увеличенное изображение местности в прицел. Снаряд, предназначенный для стрельбы днем, работает по принципу распознавания контрастности цветов. На ракете установлена черно-белая камера дневного видения, которая при помощи определенной системы может распознавать контрастность цветов. Ракета при помощи контраста цветов распознает цель и закрепляется на ней. Ночью срабатывает другой принцип. Термический прицел или тепловизор. Вот как выглядят ночные запуски ракеты «Спайк». Это кадры, которые снимает бортовая камера ракеты уже после ее запуска. Картинка в режиме реального времени поступает на экран пусковой установки, где командир может отследить движение снаряда, скорректировать его и даже отменить задачу. Тогда ракета сама себя уничтожит, так и не достигнув цели. Впрочем, каждый раз отдавая приказ огонь, военные учитывают, что каждый запуск ракеты «Спайк» очень дорого стоит. Эта ракета применяется только для удара по таким целям, уничтожив которые, можно очень сильно повлиять на дальнейшее развитие событий на поле боя. Эта ракета не применяется против любой обнаруженной цели на поле боя. Разработчики противотанкового ракетного комплекса «Спайк» уверяют, система надежная и практически безотказная. За последние 12 лет были тысячи запусков. Коэффициент точности ракеты 95%. Существует два вида неполадок, связанные с человеческим фактором и технические. Технические неполадки применительно к ракете «Спайк» возникают очень редко. Это очень эффективное и высококвалифицированное оружие. Вместе с тем, система очень сложная. Тем более, по сравнению с тем, с чем обычно приходится сталкиваться в пехоте. Несмотря на заверения военных, с обновленной ракетой «Спайк» случались и очень неприятные инциденты. И связаны они как раз с техническими сбоями в работе установки. 16 апреля 2010 года. В 40 километрах от столицы Перу, на поликоне Круз-Дель-Уэсо, во время показательных учений, ракета «Спайк» дала сбой. На глазах у многочисленной публики, в том числе военных самого высокого ранга. Это кадр той самой проникой. После запуска ракета не пролетела и 100 метров, и упала в нескольких шагах от высокопоставленных гостей и зрителей. Началась паника. Ложись! Всем на землю! Среди зрителей была депутат Перуанского конгресса и экс-глава МВД Мерседес Кабанилис. В толпе ее буквально задавили. Женщина перенесла тяжелую операцию. Как нам пояснили в компании «Рафаэль», причиной этого инцидента был сбой в системе зажигания главного двигателя ракеты. Снаряд попросту не набрал нужного ускорения. Однако он не взорвался и опасности для окружающих не представлял. Кстати, все последующие тренировочные запуски обновленной ракеты типа «Гиль» были успешны. Как утверждают разработчики, это оружие по-прежнему не имеет аналогов в мире и считается лучшим в своем роде. История, конечно, приключилась неприятная, но перуанцы все-таки выложили за спайк огромную сумму – 55 миллионов долларов. Кстати, наш корнец стоит в два раза дешевле. Говорят, что спайк умнее. А может быть, мы просто не умеем торговаться. Сейчас мы уйдем на рекламу. Не в наших правилах помещать некрологи, но тут, наверное, случай особый. Несколько дней назад ушел из жизни герой России полковник Владимир Чабанов. Ему было всего 43 года. Именно Владимир Чабанов с ротой мотострелков впервые совершил марш-бросок с полной выкладкой на вершину Эльбруса. И не ради рекорда, а по плану горной подготовки. Свою золотую звезду он получил за новогодний штурм Грозного. Совсем недавно мы записывали рассказ Владимира о тех событиях. Этот материал – дань памяти настоящему офицеру и настоящему герою. 1 января 1995 года. Грозный. Первая попытка федеральных сил захватить здание железнодорожного вокзала закончилась трагедией. Погибла почти вся майкопская мотострелковая бригада. Но уже через два дня российские войска начинают новое наступление. Отбить Грозненский вокзал у боевиков необходимо. Ведь он – ключевая точка, с которой можно начинать наступление на дворец Дудаев. Занять важный укрепленный район поручают сводному штурмовому отряду под командованием капитана Владимира Чебанова. Я получил задание выдвинуться в район железнодорожного вокзала. На тот момент было известно, что улочки очень узкие, или то, что две колонны были расстреляны на подступах к железнодорожному вокзалу. Владимир Чебанов понимает – продвигаться к вокзалу тем же путем значит обречь подразделение на судьбу майкопской бригады. Чтобы прорваться в центр города, он разрабатывает новый план. К зданию железнодорожного вокзала бойцы направляются на трех бронетранспортерах прямо по шпалу. На такую хитрость капитан Чебанов идет потому, что знает – железная дорога разрушена, и дудаевцы оставили ее без наблюдения. С железнодорожным рельсом, который там, ну, широкий, скажем, простор для маневра, удаленность зданий, из которых могла вести стрельба непосредственно из гранатометов. Там в каждое здание своя крепость была. Железнодорожное полотно – это направление позволило, во-первых, увеличить дистанцию между машинами, скорость. Ну, просто на трех БТРах, ну, можете представить, три бронеобъекта БТРа, и на них 80 человек. Это и внутри, и снаружи все это увешано стволами в разные стороны, все это стреляет на малейший шорох на скорости. Маневр Чебанова оправдывает себя. Появление боевых машин с десантом мотострелков становится для дудаевцев полной неожиданностью. Благодаря этому бойцы за считанные минуты прорываются к намеченному району без потерь. Отсюда отряд Чебанова выдвигается на штурм вокзала. Несмотря на то, что вести бои в темное время суток намного сложнее, операцию по захвату здания решено проводить именно ночью. Капитан Чебанов знает – вечером отряд дудаевцев покидает объект, оставляя на нем небольшую группу боевиков. А значит, справиться с сопротивлением будет легче. Захватили это здание, ну, скажем так, без единого выстрела, работая только, скажем так, ножами. Двух взяли в плен, троих уничтожили по веку. Без стрельбы. Тоже было большой неожиданностью, когда с утра боевики возвращались, мы их прямо на площади встретили нормальным плотным огнем. Поняв, что федеральные войска захватили здание вокзала, боевики открывают по нему массированный обстрел из гранатомета. Кирпичные стены не выдерживают такого напора. Отряд капитана Чебанова несет первые потери. Два бойца убиты, 17 ранены. Я за первый час, скажем так, ведением боя, 47 выстрелов только из гранатомета получил в здании. А потом еще подверглись минометному обстрелу. Ну, серьезно они были и вооружены. Мы там, это уже потом, по оперативной, скажем так, информации, я узнал, что вот в тот момент против нас из отряда Басаева действовали. Это были подготовленные ребята. В ходе боев Владимир Чебанов сам получает ранение в руку и две контузии. От ударной волны после выстрела гранатомета боевиков капитан теряет сознание. Несмотря на это, придя в себя, он отказывается отправиться в госпиталь и продолжает командовать личным составом лежа. Через сутки боевики успевают окружить здание вокзала со всех сторон и начинают расстреливать его. И тогда Чебанов принимает единственно верное решение – вызывать огонь на себя. Мне порядком это надоело, скажем так, когда вот обстрелы в течение, ну, минут сорока. Он выйдет, выстрелит оттуда, выйдет, выстрелит с другой стороны. Вот мы вызывали огонь минометной батареи. Через три дня непрерывных боев капитан Владимир Чебанов получает новый приказ. Задача бойцов – расширить плацдарм. Проще говоря, продвинуться вглубь города и занять еще несколько объектов. Выбор командира отряда падает на самое высокое здание в районе. Это недостроенная 12-этажная гостиница. Как бы нависал над всем этим районом. Позволял контролировать всю территорию. В ночь на 5-е число перед Рождеством, с 5-го на 6-е, мы захватили это здание. Ну, там я почувствовал, что такое настоящая война в этом здании. Бойцы Чебанова превращают здание недостроенной гостиницы в настоящую крепость. Три дня они успешно обороняют его, отбивая по несколько атак боевиков ежедневно. Дудаевцы несут большие потери. Чтобы выбить отряд мотострелков, они решают пустить в ход танк. Из-под здания Белого дома, в состоянии где-то тысячи метров, может быть, чуть ближе, танк нас расстреливал. В то время обстрелы у меня, скажем, врухнули в нескольких комнатах, межэтажное перекрытие. Когда обстрел стихает, командир роты Владимир Чебанов получает приказ выйти на связь с боевиками и организовать с ними переговоры. Дудаевцам предлагают сдать свои позиции. На переговоры с Масхадовым отправляют командующего группировкой войск генерала Бабичева. Встреча проходит прямо в недостроенной гостинице. На это время ведение боевых действий в Грозном приостанавливается. А значит, у мотострелков капитана Чебанова есть несколько часов передышки. Но вместо отдыха измотанные бойцы отправляются на улицы собрать тела своих погибших товарищей. Действительно было страшно, когда эти площади усилены трупами, все это в обгоревшем состоянии. По ночам с вора собак все это терзают с диким воем. Вспоминать сейчас жутко эту картину, если честно. На протяжении 10 дней бойцы капитана Чебанова оставались единственными российскими солдатами в центре Грозного. Но хваленым боевикам Дудаева так и не удалось овладеть зданиями вокзала и гостиницы. Линия обороны боевиков была прорвана. Благодаря этому основные силы нашей наступающей группировки позже смогли продвинуться вглубь города и вести бои за его освобождение. Таким был и навсегда останется в наших сердцах герой России полковник Владимир Чебанов. Наше соболезнование родным и сослуживцам. И вечная память героя. У нас появился новый береговой ракетный комплекс «Клаб-М». Это настоящий убийца боевых кораблей. С его помощью любая морская группировка противника в 300-километровой зоне может мгновенно превратиться в придонный мусор. Смотрим испытания. Это испытание нового берегового комплекса «Клаб-М». Ракеты должны поразить три корабля на расстоянии 250 километров от берега. Пусковая установка «Клаб-М» делает залп и через несколько минут все ракеты попадают точно в цель. Один комплекс «Клаб-М» способен уничтожить целую группировку кораблей противника. Береговой комплекс «Клаб-М» способен поразить как корабли противника, так и стратегические объекты на вражеской территории, базы и командные пункты. При этом разом «Клаб-М» может выпустить шесть ракет. Это единственный в мире комплекс с таким мощным залпом. Остальные береговые комплексы имеют не больше четырех ракет. С одной пусковой установки мы можем пускать шесть ракет. Если их в дивизионе три, а может быть их и больше, то мы можем в едином залпе и 30, и 40 ракет пустить. И, в общем-то, любое количество такого мощного залпа для поражения крупной группировки кораблей, по-моему, ни один комплекс себе позволить не может. Все береговые комплексы, которые сегодня стоят на вооружении, состоят из трех машин. Пусковой установки, командного пункта и заряжающей машины. Она перевозит дополнительный боекомплект. С нее в пусковую установку перегружают ракеты для повторного залпа. В «Клаб-М» заряжающую машину заменили на транспортно-пусковую. И это одна из главных особенностей комплекса. Это точно такая же внешняя машина, как самоходная пусковая установка, но не надо перегружать ракеты для того, чтобы осуществить залп еще один. То есть достаточно присоединить кабельными трассами самоходную пусковую установку к транспортно-пусковой установке, и с транспортно-пусковой установки можно осуществить залп. Это самоходная пусковая установка – основа комплекса «Клаб-М». Аналогов в мире у нее нет. Кроме повышенной проходимости и шести ракет в комплекте, у нее есть еще одна особенность. Установкой можно управлять с любого командного пункта. Она уже самодостаточна. То есть в случае, если нет машинной связи управления по каким-то причинам, либо ее просто заказчик не купил, то целеуказание на нее можно дать с любого совершенно другого комплекса, который есть у заказчика в распоряжении. С авиационного носителя, с корабельного какого-то носителя, с береговой радиолокационной станции. Полная информация о цели передается на комплекс не только с помощью традиционных радиолокационных систем. Конструкторы предусмотрели еще одно новшество. «Клаб-М» укомплектовали двумя беспилотными вертолетами. Две машины обеспечивают два беспилотника на одной машине, как бы вот в сложенном состоянии, а вторая машина, КАМАЗ, они как бы тоже, опять же, автономно используются. Они пункт управления и связи с беспилотником и передачи на наш комплекс целеуказания. Шесть ракет комплекса «Клаб-М» несут полторы тонны боевого заряда. Этого достаточно, чтобы уничтожить два авианосца. При этом перехватить ракеты невозможно. Во-первых, они летят на высоте 30 метров над поверхностью воды или суши и не видны противоракетным системам защиты корабля. Во-вторых, подлетая к цели, они резко ускоряются, и ракеты-перехватчики просто не успевают их догнать. Оператор вводит полетное задание, он вводит полностью весь маршрут полета. Это необходимо обойти будет. Какие-то острова, какие-то зоны противовоздушной обороны. То есть это все заранее вводится, и дальше ракета идет уже по заданной траектории. То есть ракета работает по принципу «выстрел забыл». Отследить, откуда была выпущена ракета, невозможно. Пусковые установки передвигаются со скоростью до 70 километров в час. Поэтому к моменту, когда ракета поразит цель, сама установка будет уже в совершенно другом месте. По применению этих комплексов, значит, предусмотрено нахождение самих машин пусковых в замаскированном положении, или в капонирах, или где-то в складках местности, защищенных на так называемых выжидательных позициях. И при получении команды на использование, они быстро, в кратчайшее время, выдвигаются на стартовые позиции, которые для них заранее определены. И из этих позиций применяют в кратчайшее время ракеты. Комплекс можно спрятать на расстоянии 100 километров от берега. Для сравнения, существующие комплексы эффективны лишь на удаленности 50 километров от береговой линии. Три пусковые установки, плюс три транспортно-пусковые машины, которые могут быстро подойти где-то. То есть мы можем защитить, наверное, большую территорию. Но он подвижный, в конце концов. По словам экспертов, чтобы обеспечить безопасность всех морских границ, например, России, достаточно всего 100 комплексов Клаб-М. По мнению некоторых экспертов, в российском варианте, то есть не для продажи, этот комплекс может быть оснащен и специальными боеголовками. А это при необходимости может кардинально поменять стратегический расклад сил в любом прибрежном регионе, например, в Черноморском. Сейчас мы уйдем на рекламу. Судя по криминальной хронике, бандиты, хулиганы и отморозки, нападающие на людей, становятся все более образованными. В том смысле, что они изучают единоборство и бьют наверняка. Как простому человеку защититься от натренированного хулигана, об этом Юрий Кормушин. Шокирующие кадры. Хулиганы избивают ни в чем не повинного человека. Таким видео сегодня заполнен весь интернет. Ни жалости, ни сострадания. Бьют злобно, агрессивно и сознанием дел. Оказывается, к нападениям хулиганы и экстремисты готовятся вполне профессионально. Они изучают приемы единоборств и тренируются с поразительным упорством. Создается впечатление подготовки к войне. К войне против мирных людей. Итак, в ситуациях самозащиты можно столкнуться с нападающим, который знает приемы единоборств. И, как правило, самое неожиданное для обычного человека – это удары ногами. Что же делать? Давайте разберемся. Хулиганы или преступники часто на улице могут использовать вот такой удар ногой. Атаковать могут стопой, голенью, коленом в живот или пах. Это реальный фрагмент драки на улице. Обратите внимание, как именно нападают хулиганы друг на друга. Удар ногой с разбега и свалка, в которой уже трудно разобрать, что происходит. Простому, неподготовленному человеку было бы безумно трудно в такой ситуации. Если нападающий бьет ногой в пах, то можно либо отскочить, либо отбить удар в сторону. Надо отметить, что все эти движения очень простые и надежные, поэтому их стоит попробовать изучить. Несмотря на то, что все виды боевых искусств имеют свои кодексы этики, это не является препятствием для того, чтобы приемы единоборств не использовались на улице. Смотрите, это вполне профессиональные удары ногами. Еще один удар ногой, который могут применять на улице хулиганы. Как от него защититься? Смотрите. Если боковой удар идет в голову или корпус, то достаточно уйти в сторону и двумя руками сбить удар вниз. Вот это приемы защиты от ударов ногами. Знать такую технику полезно абсолютно любому человеку, который интересуется самообороной. Приемов очень много, однако на улице в реальных условиях эффективными остаются лишь простые способы защиты, которые абсолютно нетрудно освоить. Это аксиома самообороны, не требующая доказательств. Ну что ж, теперь вы знаете, как защищаться от наиболее типичных ударов ногами на улице. Попробуйте, потренируйтесь. А еще лучше запишитесь в секцию рукопашного боя. И помните, никто не сможет защитить вас лучше, чем вы сами. Мне остается только согласиться с Юрием Кормушин. А еще посоветовать дураков обходить стороной. Ведь дольше живет не самый сильный, а все-таки самый умный. И об этом мы поговорим сразу после рекламы. Ученые утверждают, мир стоит на грани открытия, которое позволит увеличить жизнь каждого из нас почти вдвое. И это не фантастика, а уже научный факт. Из ней морфология человека самый жизнеутверждающий репортаж. По статистике, средняя продолжительность жизни в мире 66 лет. Однако наука считает, что люди могут жить значительно дольше. Последние исследования в области медицины показали, часы, отсчитывающие время жизни, таятся в самом человеке. Они могут замедлить ход времени или наоборот, ускорить его. С их помощью можно продлить жизнь как минимум на 40 лет, если воспользоваться секретами времени. Есть часы, которые отмечают наш биологический возраст, моменты рождения и до смерти. Что мешает как можно дольше прожить часам, хотя, в общем-то, сейчас достаточно много, достаточно таких серьезных данных, которые показывают, что лет на 140 мы запрограммированы. Очень большой запас прочности у нашего организма, и мы можем долго жить. Это Брук Гринберг из Балтимора. Уникальная девочка, выглядит совсем как младенец, но на самом деле ей 17 лет. В 8 месяцев Брук перестала взрослеть и застряла в этом возрасте навсегда. Время для нее остановилось. Как любого годовалого ребенка Брук возят на прогулки в коляске, потому что она не умеет ходить. И кормят детским питанием. У нестареющей девочки до сих пор молочные зубы. В свои 17 лет Брук весит 7 килограммов, при росте всего в 76 сантиметров. Почти 10 лет американские ученые пытались разгадать феномен Брук Гринберг. И вот недавно генетики сделали сенсационное открытие. Исследуя ДНК необычной девочки, они обнаружили, что у Брук повреждены гены, которые отвечают за старение человека. Именно из-за этих сбоев она как бы остановилась во времени и больше не растет. Непонятно одно, каким образом Брук удалось отключить эти часы старения. Многие молекулярные механизмы часов открыты. Открыты гены специальные, часы гены, которые отвечают за эти признаки. Но как это организовано, как это все отработает, это пока еще непонятно. Если ученые ответят на этот вопрос, они разгадают тайну сохранения вечной молодости. И тогда процессом старения можно будет управлять. По предположениям исследователей, для того, чтобы не стареть, нужно будет всего лишь отключить определенные гены в нужном возрасте. Вот есть какие-то гены, есть. Вроде бы нащупывают. Гены старости, есть управляющие гены всем этим процессом. Их называют час геном. Вот мутация, понятно слово мутация? По этим генам может увеличивать ваш собственный период до 30 часов. У вас будут сутки, равные 30 часам. То есть вы как бы будете проживать полтора раза дольше. Этим открытием уже заинтересовались военные ведомства. Ведь если ученые найдут способ победить старость, можно будет создать самую сильную армию. Главное, она будет практически вечной. Отобрав самых способных и крепких солдат, их надо будет обучить военному делу и после этого поломать ген старения. Непревзойденные снайперы, летчики, асы и разведчики будут оставаться вечно молодыми. А армия избавится от необходимости постоянно пополнять свои ряды необученными новобранцами. Самая главная война в будущую, серьезную войну, которая, конечно, когда-нибудь состоится, все к этому идет, выиграет не тот, у кого будет лучшая система разведки, не тот, у кого будет система оружия, не тот, кто будет иметь более быстрые, эффективные самолеты, а тот, кто сможет нафаршировать этот весь металлолом людьми, которые будут выше среднего уровня. Ведут разработки в этом направлении и российские ученые. Так называемые часы старения они обнаружили в головном мозге. По словам исследователей, продлить молодость может вот эта маленькая, величиной сгорошенную, область между полушариями и пифис. Ученые выяснили, что он вырабатывает удивительное вещество, которое способно отодвинуть старость. Это мелатонин. Однако производится он только при одном условии – во время сна и только в темное время суток. За это его называют гормоном ночи. Как выяснили ученые, мелатонин способен остановить стрелки часов старения и даже перевести их на несколько десятилетий назад. Это подтвердили лабораторные исследования на крысах. К трем годам они становятся вялые, худеют, лысеют, неактивны, почти без движения. давали мелатонин. Через некоторое время крысы становились совершенно молодыми, бодрые, активные, с хорошей шерстью. И даже рожали, насколько я помню, даже восстанавливаются детородные функции у крыс. Ученые выяснили, что люди молодые и полны сил до тех пор, пока мозг производит мелатонин. Однако с возрастом гормон практически перестает производиться. Именно из-за этого начинается старение. Теперь перед учеными стоит задача заставить мозг производить мелатонин постоянно. Тогда, по приблизительным подсчетам специалистов, люди будут жить по 120 лет. Но главное, большую часть жизни они будут оставаться молодыми, стареть больше не придется. Если мы научимся, научимся продлевать работу наших часов, это будет большой прорыв науки. Пока все опыты по продлению жизни проводятся только на животных. Подвергать им человека опасно, слишком малоизучен механизм старения. По словам ученых, впереди еще годы исследований, прежде чем появится эликсир молодости. А пока специалисты пытаются понять, как продлить жизнь. Людям остается прислушиваться к скучным врачебным советам. Заниматься спортом, правильно питаться и регулярно проходить медосмотры. Тем более, что в странах, где следуют этим правилам, уже сейчас живут дольше. Встретимся после рекламы. На этом наша программа закончена. В студии РНТВ был Игорь Прокопенко. До встречи в следующую субботу, как всегда, в 13.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова